всем доброго времени суток с вами сергей скобаровский я же здоров сейчас иду на квартиру по дороге зашел в мини-маркет скупился продуктами взял сладенького чай попью на той квартире короче сегодня приехал сотрудник с киев газ устанавливает счетчик вот пока кухни нету то я решил установить сейчас потому что потом придется снимать вот эти вот шкафы тумбочки и с этим будет проблематично и потом как бы сложнее будет установить поэтому я решил сейчас это сделать пока еще нету так что вот так вот там уже работник устанавливает я ходил до сюда бегал покупал лампочку меня в подъезде постоянно там выкручивать лампочки поэтому вот так вот говорили чтобы я покрасил типа лаком но я даже не знаю еду переход на что там темно не знаю если смысл в этом потому что если покрасить лампочки ты же домой то не зайдешь к тому человеку и не видишь есть там лампочка или нет поэтому красить их смысла не вижу дай нечем вот я закрутил там лампочку вот так что сейчас посмотрим что он там установил а я сейчас замету согласен вот это надо короче отдать серебре а и кстати замазка мне пригодится еще там же типа этот оттянули трубу замазку еще мне надо будет там замазать будет пригодилась да ну там не сильно ковыряют он же небольшой получается сейчас прошу спрошу у всех в доме пробудят нет короче пока мастер закончен и буду принимать работу вообще это работа бесплатно но просто человек отпускать некрасиво плюс у меня крайне будут в сторону он у меня ровно развернул то надо будет заплатить так отблагодарить человек работа за это за счет зарплаты заплату киев газ и почти нету что будешь сникерс или россиян так вот карамелька это по акции было так вот в этом фаршин брал нет нет я в этом арте дал закупку стал там продукты себе дома это зашла в рашеньку пришел смотрите мама ходит чем ты ходишь это я хожу с этой шутой покупал знаешь что половина у меня развелось смотри какие кулички сынок это я уже знаю это я видел я видел да она мне растворяется быстро вот эти тоже брал недавно по акции вот эти вот это прям закупка шоколадная было раньше это было да это было это их не цена сейчас попадали цены шу капец и поэтому они уже черный шоколад типа акция ну короче я набрала всего и до кончик зашла свежий вот думаю зайду и посмотрю на что там акция это на месяц на месяц мне это на пару дней так что ставить я по чуть-чуть конечно набираю водичку ага надо будет позаметать так вот сейчас тут уборочка происходит да в общем ушел мастер поближе установили счетчик в принципе вот там все по нулям сейчас я бы хотел чтобы установить вот сюда если бы его сюда установили снизу получается шланг был один и все это подключение понимаешь но по техническим характеристикам снизу нельзя узнать только сверху и получается вот отсюда надо будет шланг еще кинуть я уже общался с девочкой которые заказывали кухню чтобы здесь соответственно сделать дырку этот шкафак опять надо будет вырезать под вот этот вот скажи я скажу под счетчик под счетчик да ну сынок они у них все инструменты есть у мебельщиков они все подгонят под тютельку тютелька в тютельку будет все хорошо поэтому поэтому вот это столько мусора сейчас убираем я вам чищу батарейку от пыли ну зато экономно будет в любом случае честно в любом случае конечно так будешь себе сколько их расходовало сколько их оплатили и все правильно да так что вот так вот вот чуть-чуть правда оттянули то тут видишь вот эти вот швы полопали ну можно их подмазать или нет а затирка затирка ничего страшного можно подмазать она еще есть он шевелил трубой и она да он оттягивал он оттягивал это чтоб прикрутить да вот ну ничего саму все нормально ну слава богу что установили сейчас ты понимаешь как я переживала что не все ставят счетчики мы только первые начали вот это ставить у нас там не было тут видишь мы тоже нет в этих квартирах поэтому я думала боялась мошенников но уже ты сам знаешь кто эти люди поэтому да так что давай давай тебе давай ты уже там подключайся слушай кто его знает сколько родилось этих мошенников ты вот домой никого не пускай не пускай да почему представиться газом у меня то брать нечего крысок моих так брать нечего но всегда у пенсионеров всегда есть какая-то пенсия под подушкой у меня ее нету у меня на карточке я снимаю иду зубы лечить я уже записала в зубном я все время на зубы трачу большие суммы потому что не хочу остаться без зубов на 24 часа я записалась поэтому зубки лечу что сэкономишь то на зубы здоровье надо беречь не знаю я не умею наверное снимать отвлекаюсь да давай тогда я буду снимать давай все пошли снимать пошли сыночка ты подняла я буду потом это поеду ну давай по чуть-чуть по чуть-чуть надо короче заказывать мне это интернетчиков сюда ну да заказывать подключать вот сюда вот роутер кинуть будет интернет и будет красота вот это подключение потом это будет в тумбочке ну сейчас можно хотя бы на полу его подключить вот здесь так что так вот жарко я смотрю у тебя так зеркало хорошо видно у меня появилось две седых волосины да да ну не зеркало заляпаны уже я увидела у меня же не было седых волос блин стареет бабушка что страшно у тебя тут все увидела ничего седина скрасит покрашусь если надо будет а она плохо закрашивается а это тебе батя повесил батя ага это я забрызгала сынок ну дай я особую тряпочку вытру я так руки мыла блин знаешь в чем прикол что теперь нельзя поставить сюда вот стекло если можно было изначально вот сюда вот стулить чтобы оно не заливалось блин понимаешь теперь будет гнить то теперь не получится потому что зеркало уже висит видишь оно вылазит вот сюда вот вылазит видишь за эту за тумбочку вылазит а где уж ты хотел вот так стекло оно вот так вот прислоняется понимаешь стекло ты просто хотел тумбочку поставить возле тумбочки стекло стекло да такое ставится чтобы не заливалось туда вот под это все понимаешь теперь так и будет уже буду гнить либо зеркало надо менять на меньшее а менять зеркало опять дырку штробить почему у тебя тут будет шторка ну она с этой стороны то надо не замарышся пошли сыночка смотри а что у тебя тут 30 градусов ну это в комнате температура такая да не нет это последний раз в будущем аааа давай еще ступ да где второй ступ блин он без подушки как на нем сидеть аааа вот там он без подушки как на нем сидеть аааа ааа 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 аа вот палатинце не все равно палатину садись а а а тут ну что приступим к чаю ваню так солнце бьет давай отодвигайся ааа отодвигайся ааа еще чуть-чуть ааа вот так тяжелый что капец приходится его двигать вот эту это чудо печку можно кушать типа помине да а не ралли это ралли да так берите бед и мне что у нас с маком нет с грибами что ты мне такой большой кусок дала не как с курицей я одну с грибами съела ну как большой бери на салфетку а где тут салфетки были уже нету не знаю одна блин как будут сейчас сыпаться ну что страшно о что мы туда нужно начинать заходить ааа давай сахар бросим а я тебе вот этот чаю сделала знаешь как бы вот этот ааа ты покупал с чем он с апельсином я вообще не знаю ставите кто-то эти счетчики пришел этот мужчина я уже думал может быть отказ написать потому что в кухне все таки мы уже заказали и ну не понятно как она там станет у меня чай как кодря ну посоветовался с замерщиком когда говорит что все надо ставить не ну ставить говорит поставить так дело в том что я когда ездила киев газ я там ну они же не пускают никого там по записи надо и то все ну там очередь же с людей бабушка стоит в очереди говорит сколько вы за гости поплатите я и сказала а вы а я по счетчику плачу говорит вот это мы с дедом еще и внучка приходит и они платят ну мало так как мы допустим за одного человека они втроем столько на гора то думаю по счетчиков нормально но у них знаешь какие дома вот эти пятиэтажки у них у всех счетчики а у нас в этих многоэтажках нету счетчиков поэтому у меня я сразу был такой шок думаю блин а вдруг это какой-то развод сахарку разводят часто тем более глаза там что по интернете пишут что это мошенники мошенники нет ну то понятно что по-другому они приходят смотрят представляют за сотрудниками смотрят откуда бабушка достает денежку и в туру он умеет забирать это уже схема очень старая кто может не знает то предупреждайте своих бабушек родителей дедушек чтобы они были внимательны потому что очень часто занят представляются сотрудниками газа ты уже съел булочку и приходят якобы замерить вот допустим сегодня у нас пришел он сразу уступил еще очень был все было а если приходит там вот это замерить дайте денег то это возможно возраз будет да а вот еще знаешь что интересно он же сразу договор составил да и сразу все поставил на пломб то есть это уже понятно да то это уже понятно что это не разводило ну ничего не переживай что счетчик поставил сколько накатюжешь и по совести будешь платить вот вот поэтому лучше жить по совести ну каждый живет как умеет сынок поэтому возьми сахарку себе добавь у меня есть разгладушка которая осталась от работников я говорил забирайте не надо выкинешь ее не надо еще пригодится я скажу можно сюда уже в принципе будете переезжать ну главное чтобы интернет был ну ну как ты уже аспарты точно все условия есть она же поломанная ну ты знаешь ну там пружины по голову лазили ну так шо а как на ней спать ложиться и спать чтобы в какой шкалах был это батончик с начинкой с карамелью с шоколадной с белой начинкой давай вот это давай я помню мама все время любила эти батончики покупать только ты все время брала классический я ага помнишь ммм тут что самое вкусное тут молочный шоколад это много мне давай бери а тут попала меня берег тут получается 5 яиц 5 половина ну я положу пока я же еще пирожок 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 вот так вот думаю надо перепустить потому что на работу иду можно я форточку чуть-чуть открыть конечно а я уже вся мокрая ну у нас тут реально столько по страшному ну и платежки не маленькие а ты говорила что жаловался что дорого платить ну ничего сынок это дорого ну ничего насчитывает нормально видно за вот этот да видно столько топят столько и платишь чем больше на топят больше заплатишь да а что ты сейчас будешь делать ну ой много работы да надо двигаться бежать это же у меня каркадача почитать ну да красный да вот футки новости попробуй вот эти вкусные и вот эти футки новости ааа так вот это же за газ а и какой газ у вас дома что там за газ то уже понятно ну дома то дома понятно поставили да и все ты проплатил там все по питанцу нет ну ничего не платил еще у меня дома все нормально кися уже ходит гулять в коридор выходит познакомиться батя как такая любознательная а сал батя уже еще вчера температура была от этой клиники да да так я и говорю я не знаю наверное ее делать не буду надо уже строить ты же первый я его и самим делал он с этим с мужчиной общался он говорит нет я не дело горит мне горит не надо я горит боли не хочу говорит что меня брат делала а он не хочет ок погубили я думаю, может мне не надо делать уже вторую ручку. Так мы тебя первая, смотри. Ну все. Все равно же есть прививка. Не знаю, делай еще больше. Это ваша любовь. Да, я еще подумаю. У меня еще есть время. Вот так вот. Просто, что уже поехать никуда не поедешь. Что? С одной могут они выпустить? Не выпустят. Они выглядят как вам проекты. Ну да. Я думала, как я к сестричке поеду. Навстречу. Никак. Надо будет делать прививку. Ну посмотрю, придется делать. А что делать? Я вот такое тоже люблю. Делать шоколад. Ну я, короче, все. Кажется, по одной конфеты в день. Да. А то? Три, Четыре, Пять, Шесть, Семь. И шоколадную. Семь с половиной. Семь конфет. Ну это считай, что мы не кушали. А уже ели сладкого. Ну а что ж там пол этого пирожка? Один пирожок на двоих. Да, и пол пирожка, да. Что так вот? А я и побежала, а то я же не кушала. Что еще рассказать? Угу. Жив-здоров. Отошел. От стрима. Сынок, у холодильника нету. Как ты тут будешь? А, у холодильника нету. И сразу все пропадет. Вчера поставила мясо тушить. Угу. Говорю, батя, картошки начистила, давай же картошку. Угу. Побежала. Ну и все, и вечером забыла поставить в холодильник. Рпала? Да. Такая же не одна живут. Говорю, батя, ты что не мог, ты же целую ночь там тусуешь что-то. Не мог поставить в холодильник. Ну уже поставил перенитром, оно все число. Угу. Вот я и говорю, что как без холодильника. А если будет вот жара, так тут без холодильника никак. Угу. Надо думать. В холодильник, а потом. Да? Ну, пока за окном и то тут не поставишь. Тут солнышко. Масло тут растает. Стрима наша не согрела? Угу. Нет? Что? Ничего я просто говорю. Не смотрю, потому что мне когда то работа, то кушать готовлю. Что еще сюда? Ну что, ребят? Кто в гости ездила? Куда? Куми. Куми в гости ездила. Все. Будем сейчас идти. Убираем. Угу. На выход. Да? А сколько это времени не заняло? Ну, полдня заняло. Установка щечка. Туда-сюда. Пока эти написали, пока составили договор. Короче. Время занимало. Вот так всю жизнь, сынок, я занимаюсь домашним бытом. Полдня. Буду собираться. Ну, обычно надо... Что? А, это же есть уже, перед выходным получается. Что? Ну, что-то заказывать, чтобы выходной в день, чтобы на работу не идти. Понял? Я всегда так делаю. Угу. Когда на работу бежу на работу, а когда уже выходная, то делаю эти все дела. Да. А сейчас же можно договориться, когда захочешь. Убери с окошка, там перекись водорода стоять. А что она тут делает? Скажи, если рамку... Это, чтобы на слое... Кто это за рамку носил? Я его не приносил. А поставь его на пол. Это я принесла. А, кстати, я тебе сегодня расскажу историю. Какую? Эх, ты позвонила, я что решила на кухню. И что? А, ебать, я что-то тут под руку мне как сказал. Я пол иголки себе загнала в палец. И так кровью шла. Вообще, ты понимаешь, даже не больно было. А уколы в палец боюсь. А это вот укололась только кровища. И мне не больно было, понимаешь? Я же не ожидала. А когда человек ожидает, что тебе сейчас дадут в палец, то кажется так больно. И я, короче, батя говорит, вот это да. Шьешь. Я говорю, да. Мало того, что не вижу. Я тут поспешила. Знаешь, ты позвонил. Была кто-то позвонит, так можно и без глаза остаться, бежать. Ну, надо осторожность. Угу. Ну, что и подниматься. Все тогда, ребята. Ты почувствовал, как тут жарко? Жарко. Как на это? Уже расстегнулся. На курорте просто. Тваринка просто. Да. Ты без сахара пил чай. Назад. Да. Так что все, ребята. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Щетчик поставили. По чуть-чуть. Медленно, но уверенно. Наш ремонт продвигается. Да. Это сейчас всем начнут ставить. Щетчики. Так что, вы были готовы, обдумайте это все. Кому ставить, кому нет. Вот. Ну, сказали, что будет за газ, вроде бы, 9 кубов на одного человека будут ставить газа. Вот и так примерно. Ну, хорошо. Воды тоже они на этот кубов ставят на человека. Поэтому все уже хоть не просто так одна цена, а уже сделают норму и будут платить по норме. Даже если по 9 кубов, то там выходит хорошая сумма на 400 гривен на одного человека в месяц. Да. Чтобы кушать, сорить и чай попить. А так все будешь платить по счетчику. Будут платить. Да. Все. Маша. Всем пока. До новых встреч. Угу.